привет друзьяки рад приветствовать на канале сегодня речь пойдет о стамеске ну и вернее о ручке которую я выточил ну кто следит за каналом тот знает что у меня недавно появились резцы токарные ну как следствие прежде чем появились резцы появился токарник ну все по порядку вот и я уже не удержался и что-то поточил вот ну скажу сразу что я токарки полный профан ну единственное у меня навык резьбы так что думаю он не поможет в токарке ну что вот сделал такую ручку ручка сделал из ольхи было было под рукой кусок ольхи и я использовал это такой будет тест формы ручки есть у меня знаете вы фэлевские стамески ну я люблю не буду скрывать и кто смотрит канал то знаю что я люблю ручки с гранями недостаточно удобные они нормально лежат на столе никуда не котятся плюс ними хорошо управлять при работе но есть у них один недостаток как на меня ну вот скажем фэлевские стамески они достаточно длинные и если делать мелкие работы нужно держать где-то уже за саму залезяшку и немного неудобно хотя она здесь максимально хорошо отполирована отработана ничего не грезет ничто не режет вот и не хватает где-то здесь зацепа вот я решил долго смотрел думал решил сделать комбинированную ручку такую я выточил форму а потом здесь сделал ранее рубаночка ну как по мне очень очень неплохая как есть и грани и форма вот здесь можно вот уже когда работаешь есть уже зацеп за саму ручку вот она уже не скользит тут потому что она вот здесь идет на 0 и может скользить здесь уже можно работать вот так вот так вот и вот так здесь палец ну достаточно удобно может немножко маленькая ну посмотрим дальше это и первая ручка такая и первая токарная работа у меня короче все первые вот и сама залезяка вот сама сама стамеска это пана петра видео у меня есть тоже на канале вы могли видеть про стамески это сталь если не ошибаюсь вот их они кованые вот мне очень не нравится и есть у них один недостаток ну вернее может может и два недостатка не без ручек продаются и не заточенные ну помимо того что они не заточенные у них есть еще несколько стамесок вот это такая у них есть тут вот стамеска ценная чем вот здесь она должна быть классно ну хорошая геометрия и без раковин двинем вот здесь она достаточно с раковинами на поверхности но здесь хорошенький металл вот но я отобрал несколько стамесок себе я обратил внимание пана петра на этот нюанс пан петро обещал исправить эти ошибки исправлять по ходу эти ошибки вот и знаю что много интересовались у у меня никак руки не доходили я тут выточил ручку и решил снять видео конечно сразу присадил ручку на стамеску у меня как раз они без ручек вот и видим как я обрабатываю внутреннюю сторону не надо обрабатывать это все много времени и так дальше можно там сантиметр один обработать вывести на нет ну чистовую и можно резать по ходу она будет сама сполироваться и так дальше вот почему я снимаю вот еще пана петра вот вспомнил потому что много резчиков начинающих и профессионалов ну говорит но стамески пфель достаточно дорогие и так дальше тяжело найти ну поверьте она что того стоит подождать и переплатить немножко больше вот за хороший инструмент ну а если уж совсем нету денег и не нету уверенности что буду резать и так дальше то вот рекомендую максимально бюджетные стамески вот тут еще сохранилась цена такой стамески 140 гривен было я не знаю как сейчас думаю может пан петро что-то вот это 90 гривен видеть ну это вообще копеечки ну единстве с ними надо повозиться немножко и подогнать под себя вот видим ну видели там инстаграме и фейсбуке уже выкладал эту стамесочку вот говорили мол особенность особенно пан шимки мол здесь нехорошо ну смотрите я сделал но здесь где-то сантиметр может немножко больше зачистил геометрию и раковины и дальше не иду дальше она сама будет стираться по мере по мере там заправки и так дальше вот и за . и буду сейчас так тестировать и как раз есть есть как раз такие моменты прям прям на торце вот она заточена я вот беру видите удобно достаточно вот так держать даже вот ну очень хорошо мне нравится вот этот вот этот эпизод с этой булькой есть еще у меня идеи ну походу посмотрим ну вот сам торец это орех я режу торец и она держит четко за . спрашивали в чем переимущество стамесок пана петра и стамесок стрийских ну скажу вам стамески стрийские это стамески с бляхи они просто рубаные там и так дальше вот скатанки или как это называется вот а стамески пана петра они кованые это кто понимает это две большие разницы вот эти стамески то есть пана петра стамески годятся и для твердого и для твердого дерева и для мягкого дерева они нет нет не очень толстые ну и не и не тонкие ну и эти сделаны немного с другой немного с другого металла это жизнь 65 структура металла стрый делает у 8 по моему вот но я не очень разбираюсь в этих колбасных отрезках но могу сказать что я нарежу всеми все у меня есть в доступе мне больше нравится конечно файлевские стамески потом идут в стамески пана петра ну уже потом стамески стрый вот такое мое мнение на ваших глазах я работаю сейчас я работаю сейчас видим есть захват хорошо да я сейчас работаю по торце заточка держится вот ничего не пышет ничего не рисует вот такая стамеска она здесь страшненько выглядит но зато здесь она хорошо работает так что кого денег очень уж но очень уж мало покупайте стамески пана петра но зато нужно сделать ручки и заточить здесь немного поработать и заточить стамеску ну вот уже стамески пфель они просто готовы к работе вот прям просятся давай будем работать вот такие дела а еще скажу за кольцо за кольцо меня спрашивали ну не люблю я колец просто не люблю я я спецом вот так сделал посмотрим посмотрим насколько хватит этой ручки если что переделаю и так дальше ну конечно поделюсь информацией с вами на сегодня все ставим лайки в подобайки подписываемся на канал и конечно жмем колокольчик чтобы не пропустить чего-то нового все встретимся до свидания всем удачи и творческих успехов удачи